Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. У нас в гостях молодой автор Яна Салстемина. Яна родилась в Ульяновске, окончила первую гимназию, затем продолжила образование в Санкт-Петербурге и окончила Международную школу дизайна. Яна – дизайнер, художник, фотограф. Яна пишет стихи. В ближайшем номере журнала Симбирск выйдет ее подборка в рубрике «Ветер странствий». Подборка называется «Мой дом – корабль». Мы хотим познакомить вас с молодым автором, с талантливым человеком. Итак, слово Яне Салстеминой. Добрый день, меня зовут Яна Салстемина. Я художник-символист, графический дизайнер. Еще я пишу стихи, снимаю видео на них и занимаюсь дизайном одежды. «Салстемина» с английского приводится как «выносливость души». И это моя творческая креда, мой псевдоним. И у меня даже есть татуировка на руке. Это мой талисман. Я хотела создать какое-то такое слово, которое бы обозначало все, что я создаю. То есть очень-очень емко. Я пишу короткие стихи, если касательно поэзии. Я люблю, когда у каждого слова есть большой удельный вес. Я пишу стихи с 13 лет, но всегда очень боялась почему-то их читать. Для меня это очень трепетный момент. И я совсем недавно начала с ним выступать на открытом микрофоне, и я поняла, что моим стихам необходим голос. И как только я это осознала, страх стал исчезать. Он, знаете, стал таять как, не знаю, как лед в стакане. И это такое потрясающее ощущение, когда стихи тебе доверяются, ты выходишь, читаешь их, и ты чувствуешь, что ты делаешь все совершенно правильно. Я упомянула, что я художник, но на самом деле я художник в более широком смысле слова. То есть художник как склад души. Я смотрю на мир с позиции художника, с позиции творческого человека, и для меня нету большой разницы. Писать картины, писать стихотворения, петь – для меня все это части единого творческого мира. Я занимаюсь сконографией. У меня есть один большой проект, он называется «Сумеречный сад». Я сканирую цветы, и он посвящен дачным растениям. То есть изначально я вдохновлялась цветами в саду моей бабушки, и моя бабушка выращивает такие пушистые пионы. И еще я во время жизни в Питере, я ходила в Эрмитаж, конечно же, как и все, наверное. И там однажды я увидела совершенно прекрасную картину фламандского художника 17 века, Амброзиоса Босхарта Старшего. На темном фоне там изображены очень-очень яркие цветы. И меня это настолько сильно вдохновило, что я поняла, что я хочу развивать эти идеи дальше. Но продолжать в той же манере, в манере 17 века, сейчас это не очень актуально. Я искала «zeitgeist», то есть с немецкого это приводится как «дух времени». Я искала способ выражения этой идеи современными средствами. Я его нашла. Со времен универа у меня дома лежал сканер. Я сканировала часто пленки, поскольку я увлекалась пленочной фотографией, какие-то учебные работы. И я попробовала сканировать цветы, разные предметы. Все началось с каких-то там небольших флаконов духов, небольших цветочков. И после я подумала, что если я так сильно люблю цветы, я так хочу подчеркнуть их красоту, структуру, то почему бы не сканировать их? И когда я сделала первые снимки, я поняла, что это именно то, что нужно. Я развиваю этот проект уже более 8 лет. И уже было несколько его презентаций, было две выставки. Одна была в Петербурге, вторая в прошлом году в арт-пространстве «Квартал». И самое удивительное, что когда приходят люди, вот смотреть на их глаза, как они реагируют на это. Сначала многие не понимают, чем это отличается от обычной фотографии. Поскольку, да, это выглядит как будто бы фотография цветов на темном фоне. Но из-за того, что у сканера совершенно другие особенности в плане оптики, получается, что то, что касается стекла, оно очень-очень детализировано, очень четко. А все, что отступает назад, оно как будто бы пропадает в темноте. И получается, что цветы, они как будто бы выплывают. И перед вами, как зрителям, есть только стекло-сканер и больше ничего. То есть это по механизму совершенно иначе, чем обычная фотография. Поскольку я училась на дизайнер интерьера изначально, я изучала современную, ну и несовременную архитектуру. И мне всегда было интересно узнать структуру здания. Как вот она вообще состоит. И к изучению мира я подхожу так же. Мне всегда интересна структура. И я вижу в этом большую красоту. Например, те же самые бабушки-напионы, у них оказалась совершенно прекрасная структура. Достаточно сложная для изучения. Но, тем не менее, она прекрасна. И поэтому к изображениям цветов я подхожу так же, как, наверное, как архитектор к своему зданию подходит. Подчеркивает структуру. Удивительно, что люди мне часто говорили, это что, это корошек? Это небольшие ирисы? Мы даже не замечали, что они такие, эти маленькие цветы, мы не замечали, насколько они прекрасны, пока вы их не увеличили, не показали нам все вот эти вот детали. Стоит отметить творческий процесс. Я всегда работаю только ночью с открытым сканером. Вот меня часто спрашивают, как получается именно черный цвет. Я работаю на обычном офисном сканере, то есть ничего совершенно сверхъестественного у меня нет. Тот же самый сканер, на котором вы сканируете документы, там, паспорт. Вот. В совершенно темной комнате, чтобы был черный фон. Чаще всего это происходит по ночам, потому что только ночью у меня получается создать нужное настроение. Вот этот вот, это больше похоже на, не знаю, на ритуал, может быть, даже немножко на молитву, когда в комнате только ты, цветы и вот этот вот волшебный процесс. Когда движется каретка сканера, она вот так вот движется, и это очень ярко светит мне в глаза, но, тем не менее, это удивительное ощущение, когда ты создаешь что-то совершенно особенное. Я называла проект «Юмлечный сад», потому что он также растет в темноте. То есть у меня чувство, что, когда вот заходишь в сад, все цветы одновременно цветут, так же, как на картинах фламандских художников, поскольку основная их черта, они изображали букеты цветов совершенно невозможные. То, что не может цвести одновременно, они объединяли. И я в своих работах делаю так же. То есть у меня там есть и яблоки, и горошек, и ирисы, и все это цветет одновременно. Хотя я знаю, что так, конечно, не бывает. Свой сад я сажала по чуть-чуть, все 8 лет, и сейчас он растет, он прекрасен. И, конечно, я не буду останавливаться, мне хочется продолжать, продолжать его высаживать, чтобы он радовал не только меня, но и моих зрителей. На мои выставки приходили удивительные совершенно девушки, женщины. И мне кажется, что самые красивые цветы – это мои зрители на моих выставках. Также я хотела бы рассказать про другой проект. Он достаточно экспериментальный, но и очень традиционный одновременно. Он называется «Живая материя». Это серия живописи на воде. Тут я тоже развиваю древние традиции эбру, турецкого искусства живописи на воде, когда на поверхности воды капается краска, и потом она впоследствии переносится на бумагу. Но эбру характерна тем, что это конкретные фигуративные картины. То есть там есть совершенно определенные сюжеты, и это не то, чем я занимаюсь. Есть также техника марморирования. Там изображается имитация мраморных разводов. И это тоже мне близко, но это тоже не то, чем я занимаюсь. Я объединила эти две техники, я их усовершенствовала. И получается, что у меня одновременно они и абстрактные, но в этих абстракциях очень легко каждому увидеть что-то свое. В прошлом году у меня была выставка в МЦСИ, Молодежный центр современного искусства на Ленин-83. И удивительно, что мои зрители мне рассказывали, что они в этом всем видели. То есть я проходила вместе с ними круг по экспозиции, и люди мне рассказывали, что здесь вот, здесь собака, здесь, значит, человек, здесь японская девушка. А я, когда делаю это, я вижу совершенно другое. И удивительно, что внутренний мир людей раскрывается через мои работы. В этом всем я, наверное, регулирую только 50%. Ну, то есть в обычном понимании, да, художник стоит у Мольберта, и он знает, что должно произойти. Я знаю приблизительно, потому что, поскольку вода, она все-таки текучая, я капаю краску, я выбираю цветовую палитру, но как оно там все завернется, для меня, конечно же, это секрет. То есть все мои работы – это слепок момента, слепок вот этой вот крошечной секундочки. И самое удивительное, когда вот это все готово, работы сохнут, и потом это все разглядывать. Каждый раз я вижу разное совершенно. Иногда это прям какие-то конкретные фигуры, а иногда совершенный поток. И я это называю рисование в потоке, потому что, ну, более конкретно я это никак не могу объяснить. Я проводила мастер-классы, ездила даже в детский приют, рисовала с детками. Детки вообще удивительные. Они сразу поняли суть. Они выбирали удивительные цветовые сочетания. И тоже мне также рассказывали, что они в этом всем видят. И эта техника, она доступна и детям, и взрослым. То есть любой человек, в принципе, может это все попробовать и сам интерпретировать как-то. Для меня эти работы, они очень близки к психоанализу тоже. То есть вы можете, когда смотрите на них, многое про себя понять. И, ну, поскольку я уже упоминала, что я люблю структуру, то это как раз-таки укладывается в мой творческий подход. Кроме того, я бы хотела рассказать про цикл своих более традиционных картин. Это серия работы «Ты здесь не один». В прошлом году, ну, да, наверное, я начала это в прошлом году. Наверное, на фоне того, вот, на фоне всех событий мне было важно подчеркнуть, что у людей должна быть опора. И опора, она, по-прежнему, она в себе. То есть, когда ты находишь в себе опору, ты непобедим. И эта серия картин направлена на то, чтобы человек, когда на них смотрел, был в их окружении, он не боялся чувствовать, принимать свои эмоции. Я бы не сказала, что эти картины грустные, хотя они, скорее, задумчивые. Мне нравится, когда люди задумчиво смотрят и анализируют мои работы, отзываются на них и что-то вот открывают в себе, так или иначе. То есть, мне близка позиция того, что зритель, он одновременно с художником совершает какую-то работу. Вот когда смотрите фильмы Тарковского, вы совершаете определенную творческую работу вместе с автором каждый раз, даже если вы это кино смотрели много-много раз. И мне близка такая же позиция. Я бы хотела прочитать свое стихотворение как раз-таки на эту тему. Оно называется «Я дерево». Я дерево, мои корни река, мои ветви остов, мои кроны тысячи снов. На мне живут птицы, считают мои годовые кольца своими поколениями. Я не помню, сколько живу. Я выдержу море-бурь, лишь бы не твой топор, против которого я вне движения. Я стара, как камень снаружи, не видно живое внутри. «Смотри, я опора себе, я дерево, смотри». Для меня очень важно найти в себе опору. И я заметила, что очень часто я рисую деревья. Так или иначе, они мне близки, вот именно как вот этот символ внутренней твердости, внутренней опоры. У меня даже есть, интересно сказать, но у меня есть друг дерева, с которым я каждый раз здороваюсь, когда прохожу мимо. Я прикладываю к нему ладони, я верю, что оно отзывается. Касательно моих картин, у меня есть картина, которая называется «Выносливость души», так же, как и мое имя. Я хотела его визуализировать и подбрала символ птицы, несущей на своих крыльях лес. В этой птице, на ее теле, изображен символ бесконечности. Птица, которая несет лес, она стремится ввысь, и это напоминание о том, что что бы ни случилось, ваша душа – это птица. И что бы ни произошло, она все равно стремится ввысь. Я очень люблю природу и часто вдохновляюсь в своих стихотворениях именно природными явлениями. Мне кажется важным упоминать какие-то маленькие нюансы, когда среди ветвей плывет розовое облако на закате. Или вот сейчас в 8 утра очень красивый рассвет, и мне тоже кажется важным упоминать вот о таких небольших вещах, когда лист красиво падает, или утка проплывает, или иногда рядом с собой я замечаю, что падает перышко. Я слышала, что это хороший знак, что ангел-хранитель рядом, и поэтому каждый раз, когда я такое замечаю, я тоже мысленно с ним здороваюсь. Я хотела бы прочитать еще несколько своих стихотворений. Они все из разных циклов, но тем не менее, они все для меня очень важные. У меня есть стихотворение «Монолог Капитана». Оно написано от лица капитана тонущего корабля, но тем не менее, я постаралась сделать его очень светлым. Этот цикл я назвала «Милая», поскольку там по совершенно непонятной для меня причине стихи написаны от мужского лица для женщины. Возможно, это стихи, которые я хотела бы получить в свой адрес. Возможно, это какой-то символ, который я даже до конца не осознаю. Но мне очень важно, чтобы эти стихи просто были, поскольку я считаю, что стихи, они доверяются мне. То есть я выступаю в этом всем как проводник. Итак, «Монолог Капитана». «Милая, мой кореглазый Жасмин, я тебя не хочу напугать, но мы тонем. Отправляйся скорее в каюту, собери только самое ценное и скорее возвращайся назад. Я дождусь тебя здесь. Мне приходится выбрать между ней и тобой. Если бы лодку можно было любить как женщину, то так я ее и люблю. Я, конечно, с тобой спасусь, но покоя мне больше не будет. Значит, выбрать пришлось мне одну лишь из двух любимых». Я много слышала, что капитан очень трепетно относится к лодке своей, какой бы величины она ни была. И в английском даже лодку называют «она», «she». То есть это говорит о трепетном отношении. И в этом стихотворении я хотела передать как раз-таки это отношение. У меня есть цикл стихов про море, потому что я очень люблю море, меня оно очень вдохновляет. Я ходила на яхте по греческим островам, и меня запомнили как девушку с блокнотом, потому что я постоянно сидела на палубе, смотрела вдали и писала стихотворения. И я хотела бы продолжить морскую тему и прочитать несколько своих морских стихотворений. «Море, это соль твоя в уголках моих глаз, это твой песок отмеряет мои часы, это волны твои в волосах моих светлых вьются, это камни твои, из которых я строю дом». Прочитаю еще одно. Оно, наверное, мое самое любимое, поскольку оно самое-самое символичное, и в этом всем я в него вложила очень большую часть своей души. «И если все это правда, и на земле все моря и океаны связаны, то отправься к ближайшему от твоего дома морю и опусти руки в воду, и я сделаю тоже, и от волны волна передаст тебе мои прикосновения, и здесь и далее, как от волны волна, и я буду рядом, я буду держать твою руку, и только и нужно, что море мои прикосновения, помни». Тут нужно сказать, что, живя в Петербурге, я жила у Финского залива, то есть море, оно было ко мне очень-очень близко, буквально в 10 минутах. Иногда я ходила на берег, чтобы провожать корабли, действительно, паромы, и я часто думала, что вот еще чуть-чуть, и я буду на этом пароме, и я уплыву. Мне нравилось жить в Петербурге, я уехала туда учиться, и сама даже не заметила, как там осталось. Это очень творческий город, и, наверное, если вам нужно вдохновение, то вам, конечно же, туда. Прочитаю еще свои морские стихотворения, не совсем про море, но с морской атмосферой. «Ты мне снилась, зовя на пристань, незнакомой сырой земли, где в звенящем воздухе чистом хлопья снега жасмином цвели, среди пыли руины хлама, где ты ждешь ты, одетая в шелк. Я уснул на ступенях храма, я опять тебя не нашел». Я уверена, что они друг друга найдут, потому что я всегда верю в самый хороший конец. Прочту стихотворение, продолжая тему «Милой», тему цикла про «Милую». Одно также из самых моих любимых стихотворений. Я очень люблю путешествовать. Я совершенно не представляю, что я проживу всю жизнь в одном месте. Мне нужен весь мир. Я не верю в границы между странами. И, наверное, это стихотворение отчасти об этом. Ну, и еще о том, что я очень люблю лето. «Милая, я стал невозвращенцем. Из далеких яснолетних дней прячется по ранкам заусенцев и с одни-то ноябрь еще сильней. Милая, цветы в полях угаснут. Будет день, дорога далека. Васильков и маков ярко-красных реки покидают берега». Я даже снимала видео на это стихотворение. Даже, скорее, не видео, а микрофильм. Я называю свои поэтические видео короткометражками или даже микрометражками, потому что, поскольку мои стихи короткие, то и видео на них короткие. Но я подхожу к ним как самый настоящий оператор и режиссер. Я рисую раскадровки, и у меня все всегда очень четко, сообразно тематики стихотворения. То есть, я вижу это как цельное высказывание. Однажды я была в галерее Artplay в Москве, и там случайно попала на выставку работы Эйзенштейна. На выставку именно его раскадровок. И когда я это увидела, я поняла, что я все делала правильно, что я, оказывается, подхожу действительно как режиссер. И я, на самом деле, надеюсь в будущем когда-нибудь снять свой фильм. Ну, то есть, подлиннее, чем полторы минуты стихотворения. Хотя и к своим микрометражкам я отношусь очень серьезно. Я часто подаю заявки на всякие именно кинофестивали, и мой фильм показывали в Португалии в прошлом году. До этого я также участвовала в фестивалях кино в Англии, в США и в России. В России я победила на фестивале Катарсис. В фото номинации у меня была серия работ посвященная снам. И удивительно, но они оказались достаточно кинематографичными. Я хотела бы прочесть еще несколько стихов. Одно из них очень трепетное. Я искал на земле, под землей и в небе, но таких, как ты, больше нет. Может, нет и тебя. Я придумал тебя, моя Галатея. Здесь твои на песке следы, и лицо твое в зеркалах. Это ты в моих снах на четверг. Я тебя никогда не встречал, но так больно с тобой прощаться. Для меня это стихотворение про светлый образ, который человек носит в сердце. Возможно, он не овеществленный, возможно, у этого образа нету прототипа, но очень важно иметь его внутри. И продолжая тему внутреннего образа, внутренней опоры, прочту коротенькое стихотворение «Как полюбить легко, когда любовь уже живет внутри». Для меня очень интересно, как я уже поминала, создавать максимально короткие стихи, насыщенные смыслом. Например, у меня сегодня толстовка, на груди вышито мое стихотворение. «Ноше моя легка, запах моря, свет маяка». В прошлую зиму я провела в Англии, и у меня, возвращаясь из этого путешествия, я помню, что я иду по аэропорту в Хитроу, и у меня очень тяжелый чемодан. Чемодан настолько тяжелый, что, мне кажется, я его вопрос сейчас не вынесу уже. И коридор такой долгий-долгий, и я вот не знаю, когда все это закончится. Тут я вспоминаю, что у меня на груди написано это стихотворение, «Ноши моя легка», и я помню вот это чувство, когда мои плечи расправились, и я… чемодан как будто бы стал легче. Я создаю одежду, недавно я занялась дизайном одежды, я хочу создавать удобную одежду для женщин, но с отсылками к древнерусскому костюму, то есть к русскому народному костюму. Здесь вот у меня такие большие рукава, что характерно для как раз-таки славянских костюмов, но тем не менее это очень удобная одежда, и в ней совершенно не вызовет она вопросов, если вы выйдете в ней в центр города, но тем не менее мне хотело создать что-то удобное и женственное одновременно. И вместе с тем я хочу создавать одежду талисмана, чтобы человек, надевая это, чувствовал что-то особенное, то же самое чувство, как ощутила я, когда шла в аэропорту хитрою с тяжелым чемоданом, и вдруг мне эта одежда очень помогла. Я пишу одностроки, иногда это прям очень-очень короткие стихотворения. моё любимое это взлётная полоса препятствий. И в этом всём для меня очень много смысла, что несмотря на то, что вы преодолеваете цепь препятствий, это всё ведёт к взлёту. Моя подруга, она очень любит самолёты, и когда я писала это стихотворение, я думала про неё. Мне есть очень много что рассказать, но я хотела бы завершить свой монолог коротким стихотворением, наверное, в котором передана вся моя суть. Я добавлю, что я очень люблю английский язык, и я люблю на нём разговаривать, и часто привожу свои стихотворения на английский, поэтому я прочтю также его английскую версию. Я озеро в твоей руке, волна весенних слёз, я предсказание на песке, всерьёз. I am a river in your hand, a wave of springtime tears, a fortune which is told in sand, for real. Благодарю вас за внимание, спасибо большое, я надеюсь, что я смогла воздохновить на что-то, как минимум посмотреть на то розовое облако между ветвями на закате, и, возможно, вы напишете картину или стихотворение. Благодарю. Дорогие друзья, мы благодарим гостя нашей программы Яну Салстемину за участие в передаче. Надеемся, что на страницах журнала «Симбирск» появятся её художественные работы. И желаем молодому автору, чтобы увидела свет первая книга её стихов. А вас, дорогие друзья, мы благодарим за внимание и желаем всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok